Что-то давновато не было наших обзоров. А раз так, то давайте вспомним все, что было интересного за последнее время. Итак, начнем, пожалуй, с самого важного, на наш взгляд. 21 июня Япония ввела санкции против китайской компании Shenzhen 5G High Tech Innovation, которая была фигурантом нашего расследования про Амкадор и, конечно же, огромного расследования Оружейный Барон. Если кто-то забыл, то эта фирма является прокладкой, через которую подсанкционные компании Беларуси закупали различного рода товары, в том числе и военного назначения. Путем нехитрых арифметических вычислений получается, что по перечисленным контрактам 5G получит более 40 миллионов юаней. Или в пересчете на доллары США более 5,5 миллионов долларов США. И эта же компания по случайности, может быть, а не случайности, оказалась в 14-м пакете санкций Европейского Союза. Но и не только она. В санкционный пакет среди физических и юридических лиц, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, попал также ОАО «Белорусские оптико-механические объединения БелОМА». В качестве обоснования введения в санкции ЕС приводит информацию, ранее озвученную в нашем Большом расследовании «Оружейный барон», которая касалась создания холдинга «БелОМА», куда входит, естественно, и ОАО ММЗ имени Вавилова, приводного контактного устройства ПВКУ-210, являющегося ключевым элементом при производстве прицела командира панорамного. ПКП, сокращенно, для российской бронетехники. В результате имеется подтвержденная информация об изготовлении 600 комплектов статоров и роторов для прицела командира панорамных. Запомните эту цифру, мы к ней еще вернемся. Таким образом, мы получили почти полную схему производства прицела командира панорамного. И знаем, что белорусские предприятия готовят к выпуску 600 таких прицелов. По информации полученной БелПол, чиновники диктатора Лукашенко приняли решение откомандировать так называемого председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского в город Брюссель. То, что в Королевской Бельгии находится. Для участия с 27 по 29 июня 2024 года 143-144 сессии Совета Всемирной Таможенной Организации. По мнению лукашистов, ограничение транспортных потоков европейскими странами безосновательно используется как средство политического давления на Республику Беларусь. Уже боком вылезет. А хотят они закрыть, ну пусть закрываются. Мы же все равно в Литву, Латвию не ездим. И через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе. И своим людям. Ну закроют, ну пусть закрывают. Сделают хуже только для себя. И так уже народ облищал. Они, я вот говорил, зимой дрова от нас вывозили. Потому что буржуйку поставили, а топить нечем. При этом режимники забыли, как всегда, кто начал и до настоящего момента стимулирует миграционные штурмы европейских границ и соучаствуют в российской агрессии против Украины. 28 июня мы рассказывали о мрачных перспективах Белавия, развенчав слова генерального директора авиакомпании Игоря Чегринца, который заявил, что на фоне западных санкций успешно удается решать вопросы с западными частями и комплектующими для самолетов. А также обеспечивать безопасность полетов. Не раскрываем схемы, конечно, но... Мы не будем раскрывать схему, безусловно. Для безопасности полетов, для ее обеспечения, ничего не поменялось. Мы ставим те же самые запчасти в самолеты, которые ставили там и 2, и 3, и 5 лет назад. Ничего в гаражах изготовленного мы не ставим. Безусловно, это все те же запчасти, компоненты полностью оригинальные. Как мы это делаем, это другой вопрос. Насколько нам это стало дороже, насколько изменилась логистика, это другие вопросы. А мы-то раскрыли тайну. У Белавия все не то, что плохо, а ужасно плохо. Официальные документы, которыми мы располагаем, свидетельствуют о скором коллапсе белорусской авиаотрасли из-за невозможности обновления авиапарка. И что, самолет? Самолет? А, разбился к чертовой матери. Им даже не продают уже поддержанные самолеты. Полностью с материалом вы можете ознакомиться на нашем сайте. Ссылочка, как всегда, будет в описании и вот здесь, в подсказках. Представители Белпол совершили рабочую поездку в Литву. В рамках визита наша команда провела встречи с демократическими журналистами и правозащитниками, на которых были обсуждены возможности более тесного сотрудничества. Также состоялась встреча с офисом Светланы Тихановской. На ней мы представили результаты деятельности нашей организации за последний год и скорректировали планы совместной работы. Основное внимание было уделено обсуждению мер санкционного давления на режим Лукашенко и повышению эффективности взаимодействия в этом направлении в ближайшее время. В ходе встречи Светлане Тихановской был также вручен нагрудный знак Белпол за взаимодействие между нашими организациями во благо свободной Беларуси. Особо стоит отметить состоявшиеся переговоры команды Белпол с представителями государственных органов Литовской Республики, на которых были достигнуты конкретные договоренности о партнерстве по очень широкому спектру вопросов. 5 июля мы отметили ровно год после проведения реформы и перезапуска нашей организации. Получается у вас действительно умеете, могете. Год, как мы определили для себя курс, по которому движется наша команда, невзирая ни на что. В этом видео вы можете оценить ту работу, которую проделала команда Белпол. Санкции, расследования, международные визиты и многое-многое другое. Также в своем видео мы четко дали понять о том, какое наше видение происходящего и что мы собираемся делать дальше. 9 июля мы придали гласности очень и очень неудобную для режима информацию. В настоящее время ММЗ имени Вавилова, управляющая компанией холдинга БелОМА, проводит спецоперацию, задача которой захватить производство, приносившее когда-то валютную прибыль. Поставлявшее мирную продукцию для Германии, США и Франции и полностью переориентировать его на выпуск товаров военного назначения для нужд российского военно-промышленного комплекса. И название этой компании — совместное производство CES БелОМА. Производитель линз, механических компонентов, микроскопов, медицинских приборов для зарубежного потребителя. Так вот, задача этой спецоперации ММЗ имени Вавилова заключается в том, чтобы Карл Цейс оставила все оборудование для ГВПК Беларуси и спокойно ушла из нашей страны. Полагаем, владелец основной части пакета уставного фонда может повлиять на сложившуюся ситуацию и не допустить производства вооружения, предназначенного для войны в Украине. Как вы понимаете, ничто из того, что делает режим Лукашенко, не ускользнет от наших глаз. Впереди еще будет много чего интересного, потому что ничего не закончилось и не закончится, пока мы не победим. Живе, Беларусь! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok